Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужны ники обычной Келени. Я, ребята, сейчас на самом-самом севере. Я в Салихарде. Я уже уезжаю и просто снять маленькую видюшечку, как и где я жила. Значит, по моим ощущениям, Салихард делится на две частички. Одна такая красивая, современная, с новыми домиками, а вторая, где я вот как бы оказалась, что живу, она старенькая, с домиками старенькими. Мне кажется, что с этого здесь все и начиналось. Вот сейчас попробую развернуться. Да, как-то он здесь прилично смотрится. А давайте я разверну совсем. Смотрите, зато какой красивый у меня вид. Это явно водное пространство. Я, честно говоря, не знаю, какое. Вот такая вот неподкованная. А вот это домик, где я живу. Здесь он еще ничего. Вот там строится новый домик. Но как-то медленно очень строится. Я три дня жила. В общем-то, ничего особо не пребывает. Здесь сарайчики. Это, знаете, как бы такое ощущение старого-старого района, может быть, с которых все начиналось. Вот у нас такие районы были около заводских предприятий, старых, советских, когда рабочих надо было куда-то расстелить. Их вот так расстеляли. Но этот домик, кстати, ничего, он еще... Нет, хотя он тоже, наверное, деревянный. Ну ладно. Смотрите, я даже не понимаю, как подбежала тут вода, чтобы так застыть прямо у квартир. А тут, смотрите, дыра. Я вот думаю, что это на сваях. Старюш, не ходи туда. Не ходи. Видите, палочка торчит. Наверное, это сваи. То есть здесь вечная мерзлота. Дома строить сложно. Говорят, их строят на сваях. А поскольку я не знаю, как это, я вглядывалась, но опознать не могла. Домик у меня такой полузаброшенный получается. Вон половина окон заколочена. Ну, это, мне кажется, считается ветхое жилье. И тут у них есть какая-то программа переселения. То есть люди-то здесь уже не живут, но в смысле хозяева. Просто сдают. Почему бы нет? Вот, а так, по-моему, 4 подъезда в домике. Вот жила я как гость в соседнем подъезде и еще в соседнем подъезде. В смысле, в соседнем подъезде семья. И в соседнем подъезде еще кто-то. Наверное, тоже семья. И все. Зато экзотик. Как бы я в детстве жила в подобного рода домике. Тоже заводской он был. И родственники у нас жили. Там еще более такой заводской домик. Чисто подачного типа. Вот. Зато тут вид, видите, красотища. А там вончик новая понастроена. Я думаю, тут летом так красиво. Ну, а если посмотреть дальше, то там уже, в общем-то, трасса. Сейчас я покажу. Вот если ехать туда, то выезжаешь в аэропорт. Ай, это мой зверь! Ай, это мой зверь! Быстро-быстро! Дикареша моя! Дикареша моя!